Хороший, сочный стейк можно приготовить не только из премиальных отрубов. Есть и альтернативные варианты. И сегодня я приготовлю стейк из говяжьей покромки. Давайте начнем. Говяжья покромка. Эта часть вырезается из нижней части живота бычка. В упаковке две половинки. Мясо уже полностью зачищенное. Если вы внимательно посмотрите, мышечные волокна располагаются сейчас на данный момент вот таким вот образом. Первое правило, которое нужно знать, мы всегда стейк отрезаем поперек волокон. Обратите внимание, у него внутри присутствуют жировые вкрапления. Именно вот эти жировые вкрапления и называются мраморностью. После нарезки на порционные куски мы ни в коем случае сразу его не готовим. Оно должно полежать у нас при комнатной температуре в течение 25-30 минут. Нагреваем жарочную поверхность, раскаляем. Потому что самое первое правило жарки стейка нам стейк нужно закрыть, обжарить с двух сторон. Для того, чтобы сок, который находится внутри стейка, остался именно внутри, а не вытек на нашу жарочную поверхность. Смазываем растительным маслом нашу сковородку. Начинаем обжаривать стейк на самом сильном огне. После того, как мы обжарили с одной и с другой стороны по 3 минуты, мы убавим огонь до среднего. И еще будем продолжать жарить в течение 4 минут, но уже постоянно переворачивая до нужной нам прожарки. Многие задаются вопросом, что такое вообще прожарка, как определить ее, как правильно пожарить мясо, чтобы оно было сочным, не сухим и вкусным. Первый способ очень простой. Это путем сравнения нашей мышцы большого пальца с куском мяса. Если мы потрогаем нашу мышцу большого пальца и нажмем на наш стейк, она по мягкости то же самое, что и мышца большого пальца. Когда мы начинаем загибать пальцы по очереди, то она начинает твердеть. Тем самым мы также проверяем наш стейк на упругость. И это говорит о том, что стейк уже начинает потихонечку готовиться. Подвигаем еще один пальчик и видим, что мышца начинает быть совершенно уже твердой, практически твердой. Сравниваем также с нашим мясом. И это говорит о том, что мясо уже пора снимать. И если мы загнем большому пальцу мизинец, то наша мышца станет совершенно твердой. И в сравнении с нашим мясом, что действительно оно такое твердое, это уже попережарили мясо, и этого не стоит делать. Моя рекомендация вот так. И теперь я убавляю огонь на средний и продолжаю уже переворачивать, дожаривать мясо до нужной нам прожарки. Существует и второй способ, более современный, путем проверки температуры поварской иглой, или еще называют термометр, либо игла-термометр. Нужно взять и в самую толстую часть нашего стейка воткнуть ее. Вот когда здесь на табло будет высвечиваться температура 50-55 градусов, вы можете с уверенностью снять со сковородки наши стейки, и у вас также будет хорошая прожарка, медиум. Я порекомендовал бы соус томатно-горчичный. И давайте его сегодня приготовим. Я беру протертые томаты, немного горчицы, одну луковицу я возьму, и сливки. Лук нарезаем мелко и обжаряем его на сковороде на растительном масле. Не забываем про мясо. Можно даже его поставить, если позволяет толщина вот так вот. И сейчас мы проверим нашим градусником. 55 градусов. Я могу с уверенностью уже один из стейков снять. Мы снимаем стейк на теплую поверхность, накрываем его фольгой и даем ему отдохнуть. За это время сок медленно распределяется по всему стейку, заходит во все мышечные ткани, и когда уже после 3-4 минут мы его разрезаем, вытекать сок будет, но уже в минимальных количествах. Большая его часть останется в этом стейке. Совсем немного мы добавим растительного масла, лук, как только буквально лук подрумянится, мы добавим к нему пассероваться протертые томаты. Пассеруем томат вместе с нашим поджаренным луком в течение двух минут, и мы добавляем немного горчицы. в течение полминуты в течение полминуты прожариваем томат с горчицей и добавляем сливки. После того, как мы добавили сливки, мы наш соус кипятим где-то примерно в течение двух-трех минут, но при этом постоянно помешивая, чтобы он у нас не подгорел. Я немного подсаливаю соус и чуть-чуть для остроты, помимо горчицы, добавляю черный дробленый перец. Пробую наш соус. Замечательно! И снимаем с плиты. Наши стейки полежали, как говорят, отдохнули, и теперь я могу смело приправить их солью и черным дробленым перцем. И теперь мы можем попробовать наш стейк. Сок равномерно распределился по всей толще куска. Видите, как стекает хороший розовый сок, с этого стейка. Это говорит о том, что мы действительно правильно пожарили стейк. И он хорошо отдохнул. Да, действительно, стейк получился очень сочным, с ярко выраженным говяжьим вкусом, с присущей легкой такой волоклистостью этому отрубу. То, что я показывал вначале, что волокна очень широкие, их видно. Но при этом мясо довольно-таки очень мягкое, хорошо жуется и сочное. Следуйте всем тем инструкциям, которых я сегодня вам рассказал и наглядно показал, и у вас всегда получится отличный, замечательный, я бы сказал бы, с ярким вкусом, говяжий стейк. Всем приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова